Хасай Алиев. Метод-ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать на тебя. Дедушке Ибрагиму, маме Патимат, жене Татьяне, детям Алену Ишели, моим самым первым ученикам и уже известным психологам, внученьке Грете, внуку Шамилю, правнукам Максиму и Мухаммеду, и через это созвездие имен всему человечеству и дорогим участникам школы «Человек будущего» Homo Futuris посвящается эта книга. Предисловие. Давайте познакомимся. Меня зовут Хасай Алиев, и я изобрел метод-ключ, которым давно пользуются миллионы людей. Теперь я начинаю знакомить вас и с элементами метода ключ-2. Мне удалось сделать это, потому что я врач, ученый-психофизиолог, писатель и художник. Структура данной книги такова, что, слушая ее, вы уже будете осваивать метод-ключ, а отдых в поэтических паузах будет способствовать этому освоению. Спасибо тем, кто мне пишет, ваши картины дают силы. Глядя на ваши картины, можно оздоравливаться, медитировать. Все просто. Я пишу картину до тех пор, пока в ней душа не появится. А сейчас я поставил себе задачу создания науки человечности, из-за отсутствия которой мир пока таков, каков есть. Фундаментальные идеи человечности закладывались веками в произведениях искусства, литературе, в религии. Однако многие из них преданы забвению. Религии уже тысячи лет, а войны и кризисы продолжаются. В настоящее время, с моей точки зрения, остро востребована наука о человечности. Нам помогают жить вечные общечеловеческие ценности — любовь, сопереживание, сотрудничество, эмпатия, понимание бесценности всего живого, созидание. Надо разработать научные критерии и внести их в систему обучения, подбора и подготовки кадров любого уровня, от шахтера до президента. Тогда и мир будет лучше. В этом моем стремлении есть и закономерность. Например, и создатель теории стресса канадский ученый Ганс Селье тоже стал впоследствии заниматься этикой. Мне повезло больше, чем Селье. Я стою на плечах таких гигантов, как Селье, Гурджиев, Михай Чексент-Михайи, академиков Ухтомского, Павлова, Бехтерева, Леонтьева, Узнадзе, Анохина. И если Ганс Селье открыл теорию стресса, то метод ключ переводит этот вопрос на новый уровень. От выживания к созиданию. Вы сможете быстро это понять и выработать навыки не только для снятия стресса, но использовать эту мощную энергию, энергию стресса, в собственных целях так, что она станет вам первым помощником для сохранения здоровья и решения ранее неподъемных задач. И эти возможности, конечно, связаны с этикой. Наше будущее внутри нас, и наша задача — открывать себя. Чем бы человек ни занимался, есть узнаваемые им базовые вещи. Это вопросы, разрешив для себя которые, он становится успешнее. Я пишу о базовых вопросах. И при этом сообщаю, что кем бы вы ни были, велосипедистам, поэтам или судьей это поможет. Это простые, короткие, синхронизирующие приемы, развивающие способность использовать стресс, свое напряжение или расслабление с гораздо большей пользой. Сам процесс попеременного напряжения и расслабления, который происходит во время практического занятия подбора индивидуальных приемов, формирует навыки универсальной саморегуляции, развивает креативность мышления, способность к творчеству, изобретательность, которые нужны и в быту, и в личных отношениях, и во всех сферах жизни. Потому что подбор индивидуальных приемов — это процесс поиска. Моменты поиска — это пики напряжения, а найденный прием вызывает автоматическое расслабление. Таким образом, сама процедура тренировки — это как систола и диастола в биении сердца. Это ваш определенный индивидуальный биоритм. Происходит волнообразный процесс напряжения и расслабления, синхронный вашему индивидуальному состоянию, который в результате приводит к полному расслаблению и выходу на нулевое состояние. Обнуление освобождает от всех накопленных ранее напряжений и негативных эмоций. Возникает состояние недумания, благодати, приятной пустоты в голове, когда вы как бы есть и в то же время как бы вас нет. Это санаторное состояние, обладающее мощным потенциальным оздоровительным эффектом. Исчезает лишний внутренний диалог, который, возможно, раньше мешал вам и вашему организму полностью восстановиться. И если вы решали раньше какую-то задачу, то теперь, после нескольких дней тренировки, это санаторное состояние возникает проще и быстрее, по вашему желанию. И в этом состоянии задачи решаются как бы сами по себе и гораздо быстрее и эффективнее. Потому что нет страха совершить ошибку, нет комплексов и стереотипов. Технику вы познаете только практической тренировкой. Это тот случай, когда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать или попытаться сразу все понять логически. Слишком много в нас шаблонов, которые снимаются методом, позволяя от них освободиться и думать именно своей головой. Мне часто пишут, это так просто, поэтому и в голову не приходило. Чаще задавайтесь вопросами, потому что только почемучки становятся великими. Наряду с занятиями обучения с профессионалом в любой деятельности, например, с репетитором по изучению иностранного языка, создавайте и аудиовизуальную среду. Первое. Каждый день смотрите любое кино на английском или французском, не стараясь вникать в перевод. Второе. Слушайте песни на иностранном языке и подпевайте, как можете, не стараясь вникать в перевод и не стараясь петь без ошибок. Третье. Перед каждым занятием с профессионалом и после занятия делайте по одной минутке простые раскрепощающие приемы. Хлёст, лыжник, шалтай-болтай. Описание упражнений вы найдете в главе первой. Или другие максимально комфортные приемы, подобранные по принципам ключа. Это быстро снимет стену отчуждения между вами и любой новой для вас деятельностью и создаст погружение, роднение с любым новшеством вашей жизни. Будь то новая профессия, новый язык, йога, медитация или физкультура. А при этой ключевой адаптации получается все естественнее и быстрее. Это всем подходит, потому что в методе самый важный индивидуальный подход. Вы сразу чувствуете снятие барьера, находитесь в потоке. На преодоление страха, зажимов, боли, переживаний, этих блоков ума и тела уходит энергия, а вы эти блоки снимаете и энергию используете для радости обучения и созидания нового. Здоровья вам и счастья, друзья! И вам мой афоризм. Когда сходятся наши желания, открываются и наши возможности. Посещайте мои сайты, читайте мои книги и пишите свои. Созидайте новую жизнь. Вместе мы — сила. Поэтическая пауза. Сквозь страх к свободе. Кто ты? Свободный человек. Или ты раб? Раб. Кто он? Исполнитель. Он робот, властелин труда, но не сознание воитель. Он не воитель самого себя, не повелитель. Сознание отключено у робота-раба. Он обезволен. Память у раба поэтому не включена. Разъединены две половины мозга. Гипноз. И между этими частями действительный правитель. Так кто же он, правитель? Никто, а что? Судьба моя. Моя душа. Зовем ее мы волей, а иногда свободой. Вся покореженная страхом первым и вторым, и страхом третьим. Всю жизнь испытывал я страхи. Но я боролся с этим, чтоб выйти из гипноза. И стал творцом. Теперь свободен я. Ты не впленуль шаблонов и стереотипов. Не раб ли штампов и лекал? Свободен ли от авторитетов? Сознание мое открыто. И как же ты достиг себя, чтоб обратиться из раба, стать человеком? А такова судьба моя. Коли во мне душа живет, инстинктом выжить человеком, не потеряв лица. Глаза, чтобы открыть и свету, и закату, и рассвету, и подниматься, глядя на вершины, страдая и любя. Все лучше, нежели чем быть рабом в раю с закрытыми глазами. А для чего тебе все это? Не лучше ли быть в раю с закрытыми глазами? Я просто не могу. Во мне душа. В конечном, в вечность, бесконечность. Я обречен открыть глаза. Так значит, раб. Пускай я раб, раз так, но раб вселенной, не земли. И не хочу быть исполнителем чужим, но быть и разумом холодным мировым я тоже не желаю. Так что же хочешь ты? Хочу быть человеком, любить, страдать и обнимать, и слезы лить, и хохотать, и строить дом, и петь, переживать, что жизнь проходит, и опять, в таком же веке, как и все, уйти, найдя покой в земле. Но я в одном лице, участник событий и свидетель. Я не песок и не волна, не ветер. Я вижу их, переживаю их и создаю ту радость, чем живу на свете. Пока я не умру и воспеваю жизнь свою, открыт мой разум видеть это. А раб, участник, не свидетель, и не способен насладиться тем, как за окном цветет сирень, и ластится к нему щенок, и как летит по небу воробей, а только знает угол свой, хотя, быть может, и большой, но он не бесконечный. Я тоже так в углу стоял и думал, вот умру, узнаете, но маленьким я был, а он уже большой. Пускай стоит, проснется скоро он, и вместе полетим. Предисловие от Гунилы Кляйс из Финляндии, переводчика шведского и финского издания книги. Меня долго интересовал вопрос, как повысить свою личную эффективность, не жертвуя своим здоровьем. Когда я столкнулась с простыми и прозрачными принципами и приемами метода ключ, они изменили жизнь к лучшему. Стрессоустойчивость — это базовая основа здоровья и личной эффективности человека в любой деятельности. Благодаря моему знанию русского языка, мне удалось познакомиться с единственной в мире быстродействующей технологией антистрессовой подготовки «Ключ» и ее автором доктором Хасаем Алиевым. Весной я обычно езжу со своими друзьями на весеннюю охоту в Архангельскую область. Для меня эта неделя на природе и в кругу хороших друзей является лучшим видом отдыха. Там, на бесконечных и невероятно красивых болотах, я могу расслабиться, забыть о своих проблемах и накопить новую энергию после длительной и напряженной зимы. Однажды я была до такой степени утомлена, страдала от высокого давления и язвы желудка, что мне пришлось признаться, что у меня сил нет на весеннюю охоту. Какое разочарование! Тогда мой хороший друг, бывший полковник, сказал, «Ты приезжай, и я покажу тебе метод, с помощью которого ты сможешь не только снять свой стресс, но и всегда регулировать свое состояние, и ты увидишь, что у тебя все будет хорошо». Таким образом, я в далекой Архангельской области впервые познакомилась с ключевыми идиорефлекторными приемами. Когда остальные охотники ушли на охоту, я осталась в лагере и летала над болотами. Но я не только летала, я нашла в себе такие силы, о которых раньше могла только мечтать. Я никак не могла понять, как это мне удалось с помощью таких простых приемов. И, возвратившись, отдохнувшись с охоты, я сразу написала письмо доктору Хасаю Алиеву в Россию и попросила его объяснить мне, на чем основан механизм действия метода «Ключ». Хасай Магомедович пригласил меня в Москву и добавил, «Вы увидите, Гунила, что вам не нужно будет ездить на болото, чтобы снимать стресс и мобилизовать силы, потому что вы сможете делать это в любой момент и в любом месте». Я скоро узнала, что метод «Ключ» зародился в работах доктора Алиева, связанных с адаптацией космонавтов к невесомости, преодолению стресса и перегрузок. На Земле можно создать почти любые состояния, кроме невесомости, которые обычно моделируют способом гидроневесомости или путем выполнения на специально оборудованном самолете-тренажере полетной фигуры — горки. Но так как это очень дорогая тренировка, Хасай Магомедович начал искать механизмы, где есть аналоги. И оказалось, что аналог есть у йогов, который еще называется «состояние нирвана». Это состояние с чувством невесомости, но для достижения этого состояния требуется очень длительная тренировка. После 30 лет изучения доктор Алиев нашел, что именно это состояние лежит и в основе всех других методов оздоровления. Но люди этого не знали, потому что оно возникает спонтанно, и это происходит в разных областях и называется по-разному. В беге, например, это называется открытием второго дыхания, в аутотренинге — релаксацией, в восточных техниках — медитации, в религии — молитвенной благодатью. Это состояние, оказывается, возникает всякий раз, когда вы работаете, и у вас происходит вырабатывание, то есть когда вы входите в ритм деятельности, в момент ее автоматизации. При этом возникает характерное чувство освобождения в голове и легкости в теле, а работа производится с минимальными усилиями. И оказалось, чтобы сразу сбросить стресс, даже не сходя с места, или моделировать состояние невесомости, или получать любое желаемое состояние, необходимое для решения ваших проблем, нужно просто подобрать для себя наиболее легкие движения, способные быстро автоматизироваться. «Почему же ключ не стал достижением всех россиян?» — спросила я Хосея Магомедовича. И он объяснил мне. Потому что в течение десяти лет эта методика служила для подготовки военных психологов и спецназа, направляемых в горячей точке, подготовки персонала перед подъемом атомохода «Курск», реабилитации детей и взрослых, пострадавших от терактов в городах Каспийске, Кизляре, Ясентуках, Москве, Беслане. А в настоящее время метод «Ключ» был использован при подготовке испытателей Международной космической программы «Марс-500». Мое искреннее желание, чтобы метод «Ключ» стал доступным всем людям, и простые, быстродействующие ключевые приемы стали частью ежедневной деятельности каждого человека. Так же, как мы каждое утро и каждый вечер чистим свои зубы, чтобы укрепить здоровье своих зубов и сохранить красивую улыбку.